добрый день здравствуйте уважаемые блогеры сегодня вечер 27 мая понедельник ночью глубокая блогер из пельми бывший сотрудник гб фск мб бессонов алексей борисович вот я посмотрел фильм сейчас в интернете называется плотник перим плотников плюс басаргин где авторы в общем-то пытаются раскрутить конфликт между плотниковым маховиковым что группа плотникова и сапку пытается снять маховикова ситы менеджер перми и там звучат такие серьезные обвинения плотникова что он ставлю их уголовного мира и так далее ну понимаете ситуация много сложнее вот так вот просто ее таскать доводить до такой схемы мне кажется нельзя вот мой конфликт да во первых давайте начнем с того что в за 90-е годы была разрушена вся прохранительная система в том числе система безопасности кгб вот откуда я вышел никогда преступностью не занималась понимаете вот у нас такой иллюзии впечатления к кгб как офис сильным ведомстве которые таскать знаете все это далее это совершенно не так как бы процесс развала кгб придать ей не свойственные функции как представить с андропу именно тогда руководство кпсс все седьмом году поставила в эту функцию идеологических работы таскать с антисоветскими элементами и так далее и я вам хочу сказать что без того чтобы политической реформы заниматься до места чтобы действительно реформировать науку в системе кгб так как это делали американцы когда практически цру было подвязано кафедрам университетов и начальники отдела это были профессора у них так сказать профессора университетские и так далее вместо этого вот как бы втянуто было в это потом суслов принял статью седьмую шестую конституцию практически система была за 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 консервирована да но помимо этого кгб занималась безусловной разведкой политической разведкой остановились спектр разведки деятельности выполнял военный выполнен главного управления армии и так далее дальше что поэтому ну естественно шпионов ловили режим секретности соблюдали безусловно это так но говорит ну к преступность кгб не знала понятия не имела что из себя представляет преступник когда с ними не как тика не контектовала до горбачевских времен когда горбачевские реформы начали тогда взяли гурова к нам он кстати у меня читал лекции power преступности хотя отвратительные лекции читали не умеет эту проблему не знает совершенно не знаю там рассказал какие-то воров авторитетов но мы его пустяки академии высшей школы кгб мы не занимаемся преступностью гуров нам не надо знать там утрено говоря какие повадки вора и так далее пускайте и пират занимается в системе исполнения наказанием у нас нас не эта проблема интересует так проблема интересует таскать структур организации попытки разложения таскать и так далее вот что должно интересовать системные вопросы они как там во вася пупкин коля и кут там вася это далее это не наша компетенция размену совершенно неинтересно ну так вот по плотникову да действительно вот процесс приватизации когда шел они активно принимали участие в приватизации и так далее но понимаете в 90-е годы говорить о том что в стране была какая-то власть это значит ничего не понимать там была сима банкирщина и вот по характеру кстати убийство этого и кута да я вам хочу сказать что там очень странно бы хоть располнение то есть его убивали как ворвались в центре города в этим в игровые автоматы без масок расстреляли даже автомата не попросали забрали уехали я думаю что тут скорее всего не специальные службы делали службы одного из олигархов или банковские службы которые тогда были созданы они даже были сильнее кстати на дате фска туда наши же уходили и они выполняли параллельно вот такие заказы да мне кажется что-то оттуда шло а совсем нет фсб нет государства государства в общем то она не занималась вообще ничем разведкой занималась тогда контрразведка операция чечне было что на себя представляла хоть и мои конфликты они были мы с рукой то фсб старуши ягод что нельзя такими методами за ним заниматься хозяйственной деятельностью когда они там выходили на бандитов решали вопросы при помощи бандитов людей ранее на детей ранили это далее я вставала геростой ерунда занимать уже таскать во что они смеялись почему ну страна была такая все было развалено все это далее спросите у них оперовка губы старых чем они тут занимались 90-е годы как они вместе с ними занимались приватизации как с руководством предприятиями они таскать деньги таскали тогда него может кто-то расскажет по пенке а может и не расскажет испугать естественно что конечно плотников участвовал в этом и так далее и сегодня ну конечно ситуация давно уже ушла он легализовался у него серьезный бизнес и так далее но тут два выхода у власти или же таскать доехать на него отобрать у него весь бизнес насколько я знаю там уже эти процессы идут он уже половину поставлял уехал или же таскать его посадить просто или же как таскать раньше это делали в 90-е годы руководство наших проходильных органов ну естественно как но я не думаю что до этого сейчас дойдут и думаю что он на таком уровне будет просто решать что он такой представляет какую-то угрозу и так далее но в данной ситуации я хочу сказать что нет он просто таскать он пошел депутатской деятельность я с этим встречался пару раз раз общался даже он помогал проводить мероприятие там какой-то при приезжали профсоюзные лидеры и тогда он нам помогал что-то это было лет семь назад пару раз я с ним пересекался что-то мы общались но опять же у него же нет ни опыта не государственной службы никакого образования ничего нет системного и многие вещи он не понимает там вокруг ему кто-то на ухо шепчет бывшие те опера кто-то видимо там из милиции там кто-то у него еще там был кто-то вах как фамилию я его не помню но они тоже мало компетентны они не понимают они шепчат ему так сказать совершенно не вот далее нашептали он пошел в мэры когда понятно было что никто его не пропустит это совершенно ерунда была ему не нужно было кого-то выставлять саму не идти и я не думаю что он сейчас вот наши какие-то планы по захвату таскать власти в городе это далее ну вряд ли хотя он стал крупным бизнесменом а любой бизнес заинтересован то чтобы себя обезопасить это совершенно естественно конечно те методы которые были в 90 когда они стреляли пуляли от друга они прошли и никто конечно к этим вещам как полагаю сейчас они будут поэтому у него законные методы у него таскать штат юристов какой-то есть и так далее вода но активность его но он просто вошел в политику он понимает что он знает механизмы принятия решения в городе они были создавались еще при трубке эти механизмы и да да естественно что он пытается как-то но не влиять что для использовать их как-то общаться это далее поэтому к 6 кита интересы но еще раз говорю да но уже легализовался ушел за плоскости и так далее и поэтому увидеть угрозу плотненького как угрозу власти совершенно глупо он занимается бизнесом и те старту бизнес любой бизнес себя оберегает при помощи определенных институтов вы породили такую систему организации власти в 90-е годы когда проводили приватизацию когда создавали эту семью баркинщину у нас не было власти как единого центра в те годы это были 7 группировок там были системы службы безопасности была чечня войны и тогда это был полный хаос вы эту систему породили а теперь что вы хотите что таскать чтобы он не шел в политику что но это совершенно глупо у него очень крупный бизнес он все равно будет заниматься политикой другое дело что у него образование нету что нет у него опыта управления он может не глупые хватки но все они воры не глупые они прошли огромную школу безусловно и там глупых людей сильно нет но это они мягко говоря все равно опыта управления у них нет никакого все равно у них должны быть советники которые бы подсказывали объясняли что и как как решение принимаются они так как они это делают поэтому я считаю что ситуация намного сложнее намного сложнее и намного если хотите намного много ходу и так далее поэтому мне кажется что да есть какой-то определенный конфликт конфликт внутри элиты в городе но сейчас нужно смотреть играть на этом резонно пытаться ситуацию как-то раскрыть в свою пользу и так далее но думать о том что плотников будет играть какую-то роль определяющую в регионе мне кажется это глупо да он будет защищать свой бизнес у него крупный бизнес безусловно но я не думаю что я думаю что это миссию и закончится хотя фильм не лишен определенных смысловых смысловой нагрузки спасибо ваш бессонов алексей борисович алексей борисович